День Отца Чтобы этот День Отца не превратился в очередной праздник 23 февраля или тем паче праздника, в который дарят цветы и подарки, как на 8 марта женщинам, хотелось бы дать несколько советов, как же все-таки правильно, по-православному отпраздновать этот день. Ну, во-первых, этот праздник выпадает на 3 воскресенье октября, где отец семьи, глава семьи должен быть в воскресный день, конечно же, на Божественной Литургии. Поэтому начинаем этот день празднования Дня Отца с Божественной Литургии, на которую приглашает отец семьи всех своих нарядных и детей, и супруги, чтобы это был праздником для каждого, кто придет в этот день Отца в Божий храм. Ну и, конечно, мы в первую очередь должны в этот день вспомнить об Отце нашем Небесном, которого мы призываем каждый день в молитвах и говорим, обращаясь к Нему, Отче наш, Отец наш, Который на небесах. Вот об этом, самым главном, Отце, Который заботится о нас, Который любит нас, Который настолько возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную, мы обязаны вспомнить в воскресный праздничный день Отца. Затем очень хорошо после службы, после причастия Святых Христовых Таинств дома, в кругу семьи, вспомнить, а еще лучше пригласить крестного Отца. Потому что у наших детей, у наших внуков, да и у многих из тех, кто сегодня только начинает свой духовный путь, есть те, которые стояли во время Таинства Крещения рядом и свидетельствовали о том, что они будут продолжать учить и наставлять в вере истинной своих духовных детей, Который обязан не только молиться о своем духовном сыне или дочери, но и воспитывать, научать и приводить ко Христу тех, которых он покрестил. Кроме этого, нужно вспомнить, а еще лучше и пообщаться со своим духовным Отцом, имеется в виду со священником, который, может быть, вас исповедовал, который вас венчал, а может быть, провожал в последний путь ваших родных и близких, которых, может быть, уже нет рядом с вами. Мы вспоминаем о наших с вами родителях, о нашем родном Отце, жив ли он или уже переступил порог вечности. И вспоминаем, что именно Бог Отец Небесный дал нам эту заповедь, чти Отца твоего и Мать твою, да благо тебе будет и долголетен будешь на земле. Но и вспомнив о духовном, мы вспоминаем о тех Отцах, которые являются или должны таковыми быть в семье как наставники. И только через понимание того, что есть Отец Небесный, который заботится о всех нас, печется о всех нас. Здесь очень приличественно вспомнить притчу о блудном сыне, когда заблудившийся, подобный всем нам человек, живя в этом кошмарном мире, возвращается в объятия любящего Отца и показать, что это и есть пример настоящего Отцовства, любящего, прощающего, заботящегося. Вот как нам нужно одухотворить этот праздник, чтобы он не превратился во встречу друзей в гараже, где выпили пиво, водки и на том закончился праздник, пошли домой в семью, не обрадовав своим присутствием, жену и своих детей, своих родных и близких, насколько наверняка испортили этот праздник. Вот чтобы не испортить, а одухотворить, превратить его в настоящий праздник, и нужно после посещения храма, пообщавшись с крестным духовным отцом, почествовать детям своего папу, вспомнить стихи, спеть песни, рассказать какие-то интересные истории об отце. Мне, например, приходит на память замечательный стих об отце, который написала в своем дневнике последняя государь-императрица Александра Федоровна Романова. «Отец, что такое жизнь? Битва, дитя мое, где меткий может промахнуться, а самый зоркий обмануться, и дрогнет сердце храбреца, там враг ни день, ни ночь не дремлет, та битва целый мир объемлет, стоять в ней нужно до конца». Вот как важно услышать из уст своего отца эти мудрые наставления, что жизнь – это действительно настоящая битва. И только те, которые будут уповать на Бога, которые будут молиться Ему и знать, что Он есть, Он живой, и Он помогает, как и ты, Отец, помогаешь своим детям, тогда ты обязательно будешь иметь и Божье благословение, и любовь членов твоих семьи. Поэтому я хочу, пользуясь возможностью православные, позвать всех вас, чтобы мы превратили этот праздник в праздник православного торжества, прославления нашего небесного отца, воспоминания наших духовных наставников и укрепления института семьи в целях повышения значимости роли отца в воспитании детей. Вот тогда и мы исполним тот указ нашего президента, который к радости многим из нас наконец-то был подписан, и теперь у нас с вами есть наш праздник отцов, с которым всех вас хочу поздравить и пожелать вам мира, здоровья и помощи Божьей на всех путях жизни вашей. Субтитры создавал DimaTorzok